здравствуйте друзья в этом ролике я расскажу о своей работе с натуры детскими красками эту идею мы придумали совместно с арт шимой шима это настя шимшлашвили ссылка на ее профиль будет в описании этого видео наверное все хорошо знаете на тоже выполнила работу детскими материалами вот но я вы решила взять в качестве такого материала детские акварельные медовые краски вот эти краски они стоят около 150 рублей в сети магазинов ашан вот на первый взгляд они выглядят очень цветными такими привлекательными и надо сказать что этот опыт работы меня этими красками впервые вот такую я выбрала натур простенькую это листик осенний в качестве натурного упражнения я его предлагаю своим ученикам очень часто рисунок под акварель я выполнила заранее чтобы не отнимать ваше время этим процессом вот обычная кисть краски я в качестве палитры использую использовать буду коробку точнее крышку от коробки основной замес я подбираю как по как в обычных красках из далеко расположенных спектре данном случае такой оранжевый золотистый и зеленоватый вот но сразу я почувствовала что есть некоторые сложности с этими красками они очень плохо набираются на кисть и вроде бы как вы видите на палитре тон уже очень близок к тому что мы видим в натуре вот а в заливке в этой первой заливке видно что сейчас будет видно что это не совсем тот цвет то есть он достаточно далеко по тону и по плотности вот натурного но у меня это в общем не смущает потому что я изначально планировала делать работу в два слоя однако заметила когда укладывала краску на бумагу что она достаточно плохо впитывается при том что достаточно такая она вялая краска плохо укрывистая и при этом она плохо впитывается бумагу для меня это было большим сюрпризом то есть она как бы лежит на поверхности таким можно сказать клеенчатым почти что слоем хотя первый слой обычно в профессиональных красках он очень хорошо входит в состав бумаги как хлопковой так и целлюлозной данном случае это целлюлоза вот ну коль скоро я это дело вязалась и решила доказать и себе и окружающим что даже такими общем непрофессиональными красками можно попробовать сделать что-то стоящее вот я продолжаю эксперимент то есть первая выкраска нас тут достаточно ровная она основа для красочного слоя вот здесь очень важно чтобы этот первый слой максимально был без пятен поэтому я заранее развела колер достаточном количестве такого среднего тона ну то есть тонок который ни в коем случае не должен быть темнее того что должно у меня получиться а то что он светлее в общем это не страшно главное чтобы он не был совсем уж водянистым ну здесь это бы не получилось потому что повторяю даже при таком светлым тоне краска какая-то не знаю кисель такой она плохо достаточно плохо ложится на бумагу вот ну для хвостика я сразу решила краску да у нас чуть утемнить за счет такой темно-бордовой краски я напоминаю что даже в этой ситуации я стараюсь не изменять своим принципам и не использовать в работе никаких красок кроме ясных спектральных цветов то есть не коричневых не охар не черный краски я использовать себе в общем не могу позволить уже такая установка вот но второй слой получается что это те же сад тот же самый замес только там вот такие зеленые оттенки сверху естественно в этот замес нужно добавлять соответствующие цвета то есть какие-то зеленоватые вот основная часть листика она такая рыжая скрасится с красноватостью в общем-то из этого исхожу я и в работе вот работаю я мазком потому что здесь уже ну по-другому просто не получится то есть как-то вливать краску не получится потому что во первых это второй слой во вторых краска повторяю она достаточно плохо сцепляется с бумагой и плохо сцепляется с предыдущим слоем то есть она лежит так довольно таки плотненько вот и для того чтобы это сцепление было разно ну так на поверхности игра оттенков присутствовал я работаю мазком то есть каждое прикосновение она немножечко отличается от предыдущего но при этом слежу за общим колоритом в какой-то момент я поняла что мне тяжело набирать сразу полную силу тона поэтому я решила особенно не стараться попадать точно во все особенности натурого все ее скажем так бесит сложный рисунок то есть я решила продержаться на таком в общем среднем тоне и раскрыть всю поверхность листа тем так так как получается то есть оставить всю деталировку на потом ну вот собственно следующий шаг это уже проработка этого слоя второго внесение поверх более темных цветов они как я уже говорил но это видно не такие зеленоватые да и красноватые то есть у нас основной тон такой золотистый темно золотистый и красноватые зеленоватые сверху темно то ну что хочется сказать пора вот цепь сцепление краски с краской получаются такие даже мазки с маленькими капельками потому что она ну как по не уходит вода и краска в предыдущий слой лежит сверху таким плотным слоем ну и сделать ее жиже это значит то сделать ее более скажем так прозрачной это значит совсем ее обесцветить то есть из двух зол я выбираю меньше то есть я стараюсь попадать в тон но для этого мне приходится краску класть даже не очень акварельно то есть она так плотнее чем хотелось бы вот но для этой натуры в принципе это не слишком плохо потому что эта плотность передает изображение достаточную предметность но приходится вот каждый мазок как бы вплавлять то есть убирать ему края темные то есть как-то вот бороться за то чтобы эти мазки между собой достаточно плавно переходили из одной из между не чтобы между ними не было каких-то грубых заметных границ вот на это уходит в данном случае у меня основная сейчас основные силы то есть просто выровнять этот красочный слой брать какие-то явные такие видимые границы ну и попутно вот я делаю прожилки такими красноватыми цветами в коробке вот они есть такие там бордовые краски вот и в общем завершающая стадия это уже хвостик какие-то прожилки края листика они тоже достаточно такие жесткие внятные там теней как таковых нет но чуть-чуть там какую-то конкретику вот здесь вот эти видно вот я попробовала чуть-чуть побольше воды добавить дырка получилась тут я показываю какие краски я вообще не использовал в работе их не так много оказалось там белила черный коричневый ну вот собственно говоря готовый результат вот мой листик рядом с натурой надеюсь было интересно спасибо за внимание до новых встреч